Друзья, всем привет! И тут очень важные происходят встречи. Украина центральная точка большой геополитической игры, которая сейчас происходит. Трамп стал человеком года и дал интервью, и там тоже много об Украине. В общем, важные новости, важные встречи. Китай, Россия, Франция, Польша, США, Украина. Все здесь. Сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте. Поехали! Итак, очень важные события, очевидно, происходят. Сразу несколько произошло важных встреч. Тройка встречалась. Трамп, Макрон, Зеленский. Кстати, давайте разинформирую вас, дам вам немного инсайда о встрече. Трамп, Зеленский, Макрон. Они очень малоизвестны, потому что говорили они втроем, один на один. Только вместе, без кого бы то ни было еще. Но определенные инсайды, друзья, у меня есть для вас. Итак, первое. Встречу, конечно, хотела украинская сторона очень и просила Макрона ее организовать. И Макрон это сделал. Трамп пошел здесь навстречу Макрону и пошел на эту встречу. Конечно, его желтый галстук с синим костюмом был совершенно не случайным, кто там рассказывает. Это был сразу сигнал, что на встречу он готов. И как бы такой жест доброжелательный. И Макрон, и Трамп встречи в целом остались довольны. То есть и французская, и американская сторона. А вот Зеленский не очень. Трамп там фактически эту встречу начал четко с того, что нужно заканчивать. Нужно заканчивать боевые действия как можно скорее. Ну, напомню, да, тройка встречалась. Трамп, Макрон, Зеленский. Тройка разъехалась. Трамп стал человеком года по версии журнала Тайм и дал интервью. Сейчас расскажу, что сказал. Макрон полетел в Польшу говорить о европейской безопасности и о войне России против Украины. Ну, а Россия. Путин отправил Медведева к Си Цзиньпиню с личным посланием. И Си Цзиньпинь принял Медведева. Ну, то, что Медведев не ровнее Си Цзиньпиню, я думаю, вы понимаете. Он не на этом находятся уровни. Он там какой-то намного ниже. Но его принял Си Цзиньпинь. И это тоже показательно. И после этого есть заявление Си Цзиньпиня и самого Медведева. Итак, давайте начнем с Раши. То есть, Раша явно поехала посоветоваться и согласоваться. Какое-то послание он привез. После этого прозвучали две вещи. Во-первых, прозвучали заявления Медведева. В которых он первое сказал, что да, Трамп может установить мир. Ну, в общем, как бы он сказал, мы к переговорам готовы. Послушайте. Трамп человек талантливый. Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду. О возможности урегулировать такой сложнейший кризис один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов. Но если американская администрация, будущая американская администрация, реально настроена на то, чтобы заниматься урегулированием этого кризиса, они могут этого добиться по одной простой причине. Потому что киевский режим существует постольку, поскольку он получает военную финансовую поддержку из-за океана и от ряда европейских стран. Если Америка примет решение заниматься урегулированием кризиса, а не кормить богов войны, она сможет это сделать. Но дальше он сказал второе, типа на каких условиях. Ну это реалии на земле, конституция, ну это все-все, вот это цель специальной военной операции. Послушайте. Но что будет конкретно делать новая администрация, мы пока не знаем. Очевидно, что в начале года это станет для всех понятно. Как неоднократно говорил наш президент, наши слова открыты к переговорам. Ну, во-первых, украинская страна запретила сама себе эти переговоры вести, а во-вторых, конечно, эти переговоры не могут быть оторваны от реалии. Это не может быть проживтерство и болтание. Есть реальные ситуации, сложившиеся на земле. Есть изменения в Конституции Российской Федерации. Есть те условия, которые были объявлены президентом Путиным в начале специальной военной операции. Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем каким образом развиваются события вокруг НАТО и, возможно, членства Украины. Если на все эти вопросы будут заданы ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможно. Но до этого нам даже нет. В общем, переговоры готовы. Заявляем высокую переговорную позицию. Значит, с Китаем явно что-то согласовали. Что заявил Си Цзиньпинь после встречи с Медведем? Сказал, что нельзя допустить эскалации и подливать масло в огонь. Нужно, значит, все находить урегулирования. Тоже показательно. Теперь интересно, будет ли лететь какой-то еще Орешник. Это ржавый, если он еще может куда-то лететь, если есть чему лететь. Или сейчас ограничатся, они не будут этого. Ну, в ближайшие пару дней посмотрим. Вокруг Орешника идет новая российская ИПСО. Там и США уже говорят, что, возможно, они запустят. Они опять дали предупреждение явно США, что могут запустить баллистическую ракету средней дальности. То есть опять Орешник. Напомню, в прошлый раз практических результатов его атаки не было. Но психологический результат был большой, и это стало мировой новостью. Поэтому, ну, посмотрим, что будет дальше. Но заявления Китая говорят, никакой эскалации не похоже, чтобы Орешник здесь должен был куда-то лететь. Или, в самом случае, серьезно лететь. Теперь следующая встреча. Макрон и Туск, премьер-министр Польши. И тут важно. Сказали, что говорили об Украине. Туск сказал, что войска в Украину направлять не собираются. Послушайте. Не очень хорошая новость. Потому что, как раз, Макрон продвигает тематику направлять войска. Кстати, отдельная тема, что украинская власть его никак в этом не поддержала, когда он это начал делать в начале этого года. А могли мы уже на конец года иметь совсем другие результаты. А, возможно, иметь уже и французских солдат где-то в отдельных местах Украины. Не в окопах. Но даже если бы они были не в окопах, а где-то в Одессе или на Западной Украине, это уже было бы замечательно. Но пока не имеем этого. И это уже вопрос, собственно говоря, к украинской власти. Почему она не понимает, какие действительно важнейший приоритет. Ну и Макрон сказал, что Украина должна получить гарантии безопасности. И наши интересы должны быть учтены. Как вы видите, во всем, ну такие противоречивые заявления, есть и плюсы, и минусы. Ну и финальное, наверное, главное. Значит, Трамп стал политиком года, человеком года по версии журнала Тайм. Ну, в общем, все понятно, по сомнению точно нет. И дал интервью. И в этом интервью есть про Украину. И там опять противоречивые заявления. Давайте начнем с плохого. Плохое. Трамп говорит, нельзя было давать разрешение бить Украине вглубь России. И вообще это очень опасно и глупо, и неправильно. Нехорошее заявление. Уже буквально через месяц это будет решать Трамп. Значит, понимаем мы, что как только он придет, наверное, бить дальше в глубину мы не сможем. Ну, то есть, не наверное, почти наверняка. Ну, пока он, может быть, это решение не поменяет. Ну, американским оружием. Такая себе новость. Хорошая новость, которая прозвучала. Это то, что он сказал, что от Украины отказываться не собирается. И, в общем, собирается достичь соглашения. Но достичь его будет труднее, чем ему ранее казалось. Ну, это тоже понятно, что за один день все в этом сходятся. И Алкаш Медведев, и Трамп. И мы с вами понимаем, что за один день это тоже нереально. Ну, и сказал он об огромных потерях с двух сторон, из стороны России и Украины. Это не хорошая, не плохая новость, а это реальность. И очень тяжелая. Из этой реальности, безусловно, нужно выходить. Но выходить таким путем, чтобы не заложить сразу мину, которая взорвется очень быстро. А все-таки что-то, что сможет какое-то ощутимое время держаться, а дай бог, долго. В общем, ситуация явно развивается. Игра идет, игра идет большая. Следим за этим, информирую вас о том, что происходит. Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк. Обязательно присоединяйтесь к нашему сбору на купольный рэп. С днем сухопутных войск Украины. Тримаем острый. Продолжение следует...